Приветствую вас на канале Дневник Строителя, меня зовут Евгений и сегодня я подготовил для вас интересный и одновременно полезный выпуск, после просмотра которого каждый из вас может понять, что происходит на строительном рынке и сколько стоит 1 квадратный метр готового дома, качественного и одновременно бюджетного. Для образца возьмем проект одноэтажного дома площадью 100 квадратных метров, обзор которого хорошо зашел на нашем ютуб канале, собрал около миллиона просмотров и 30 тысяч лайков. К тому же мы провели аналитику и поняли, что на сегодняшний день больше всего востребованы дома одноэтажной площадью от 100 до 120 квадратных метров. К тому же у большинства семей, которые сегодня проживают в квартирах, хватит денег на приобретение такого дома. Опять же, квадратный метр квартиры на сегодняшний день дороже, чем один квадратный метр готового построенного дома. Это мы ранее обсуждали в обзорах, поэтому берем его за основу. Для тех, кто собирается строиться постепенно, то есть, к примеру, в этом году коробка, в следующем году чистовая отделка плюс инженерка, мы подготовили специальную смету. В смете перечислены все этапы от изготовления фундамента, продолжая строительством стен, крыши, инженерки, шпаклевки стен. То есть, все этапы. В каждом этапе написано, какие строительные материалы будут использоваться и стоимость. То есть, вы сможете легко понять, на фундамент нам нужно столько денег, на стены столько, на окна столько и так далее. Поэтому, эта смета готова полностью и ждет вас. Чтобы получить эту смету, всего лишь нужно подписаться на наш YouTube канал, поставить лайк на этом выпуске и внизу под видео в комментарии написать, поделитесь сметой, обязательно отправят. Давайте поговорим о самом наболевшем. Это нестабильный строительный рынок и о том, что сейчас там происходит. Начнем с простого. Это бетон. В январе было подорожание цемента на 10% и немножко подорожал щебень. То есть, куб бетона марки М200, который еще в декабре месяце я покупал по 3700 рублей, сегодня стоит уже 4100 рублей. Итого 400 рублей вот за зиму прилетело. Соответственно, на одноэтажном доме фундамент цоколь плюс плита, общий объем в среднем бетона это где-то 60 кубов. 60 умножаем на 400, получается 24000 рублей, только на бетоне уже есть. Плюс, еще прогнозируют на середину марта тоже подорожание, опять же будет дорожать цемент. То есть, это не точка на весну, еще он будет дорожать. Соответственно, ситуация очень неприятная. Арматура на сегодняшний день в цене не поменялась, хотя раньше, в январе-феврале, весь металл дешевел и можно было отлично пополнить свои запасы. Сейчас все стабильно, но при этом подорожала на 20% труба, которая, конечно же, не так активно и не в таких объемах используется при строительстве дома, но в любом случае она будет нужна, она не будет лишней. Опять же, узнав мнение поставщиков металла, они сказали, что в марте будет подорожание и, скорее всего, процентов на 20, а то и 30. Это как минимум, потому что металл у нас привязан к курсу, курс растет. Почему он привязан к курсу, я думаю, вы понимаете, потому что металл у нас отлично продается на экспорт. Поэтому выгодно его продавать по курсу и ориентируемся, естественно, по курсу. То касаемо материалов, которые используются для строительства стен, как я ранее уже говорил, подорожал цемент автоматически. Он потащил за собой кладочную смесь, клея и так далее, потому что в их основу входит цемент. Он подорожал и они подорожали. Просто что-то подорожало на 10%, что-то подорожало на 20%, опять же, в зависимости от производителя. Пообщавшись с производителями, были планы проплатить заранее. Они эту возможность исключают. Максимум, что мы можем проплатить это на 2-3 недели. Мы не можем проплатить даже на 3 месяца. Так как нужны очень большие герметичные склады, чтобы сохранять ту же самую смесь, тот же самый цемент, чтобы при хранении оно не пропадало. К сожалению, у них этого нет, они не могут это хранить в больших объемах. Поэтому получается максимум на ближайшие несколько недель мы можем проплатить. Остальное придется покупать уже по фактическим ценам. Опять же, цена будет расти, потому что цена на цемент будет расти. То есть, в этом плане, конечно, все как-то пасмурно и печально. Кирпич фасадный, как и кирпич рядовой забутовочный, пока еще держатся цены прошлого года. Но при этом вы его можете проплатить сегодня по фактической цене, а заводы не ставят дату выпуска. То есть, купили сегодня, получили. Может быть в марте, может в апреле, а может даже в мае. И самое печальное, что может быть такое. В начале лета вам завод предложит просто вернуть ваши деньги и скажет, что производство не справляется. Осенью того года я лично столкнулся с такими проблемами. Завод, у которого я постоянно покупал кирпич, мне просто во второй раз отказал вывозе, отталкиваясь на то, что у нас нет кирпича, много заказов, можем вернуть вам деньги. Вот и все. Поэтому, как бы, вот эту ситуацию нужно понимать, надеяться на то, что вот сейчас что-то произойдет, оно подешевеет не стоит. Если вы собрались строиться, лучше покупайте сейчас, фиксируйте цену и, в принципе, 90% вам его отдадут просто вопрос времени. Газобетон подорожал на 1000 рублей за куб, это где-то 46 рублей подорожала одна штучка. То есть мы берем, к примеру, крупноформатный блок, это получается 62 см 5 мм его длина, 250 см ширина, 300 см высота. То есть он на сегодняшний день стоит 320 рублей штучка. И опять же, уже не скажешь аргументированно, что газобетон это некачественный дешевый строительный материал. С такими ценами он очень дорогой. Из кровельных материалов уже подорожала гибкая черепица на 10%. Металлочерепица пока более-менее стабильна, ну, по отношению осенних цен. Но опять же, как я говорил ранее, металл привязан к курсу, курс растет, стоимость металла будет расти, соответственно, металлочерепица тоже будет расти. Пообщавшись с поставщиками, мнения там разбегаются. Кто-то говорит, это где-то будет 15-20%, кто-то говорит, может даже поднимется до 30%. Опять же, курс будет расти. Плюс, кровельный сезон начинается не в марте, он начинается, это конец апреля, начало мая. Когда, естественно, за весну люди строят дома, и потом востребованы кровельные материалы. Поэтому, в принципе, в марте, я думаю, скачки, если будут, то только из-за курса. А вот основной скачок будет апрель-май. Но, опять же, по крыше гибкую черепицу вы можете закупить, металлочерепицу вы закупить не можете. Поэтому остается только надеяться на лучшее. Лес, который, естественно, нужен для строительства крыши, пока более-менее стабилен, подорожал всего на 1000 рублей за куб. Это, в принципе, неплохо. Но, опять же, пообщавшись с лесобазами, они говорят, что в марте еще будет все более-менее стабильно. Никаких крутых скачков. А вот уже на апрель-май по-любому будет подорожание. Потому что лес, к сожалению, как и металл, у нас тоже завязан на курс. Потому что он тоже неплохо уходит в экспорт. Его продают за границу. И, соответственно, если его туда продают по хорошей цене, его и здесь соберутся продавать по той же самой хорошей цене. Металлопластиковые окна, электроролворота, жалюзи и все, что с ними связано, подорожало. Первый раз это было 14 февраля. Сейчас будет 27 февраля. И обещают подорожание в марте. Но там, в принципе, все, опять же, логично и понятно. У нас производство здесь, точнее сборка здесь. А профиля, фурнитуру, все покупаем за границу. Соответственно, курс растет, цена растет, а мы получаем то, что имеем на сегодняшний день. Что касаемо инженерки и всего того, что связано с отоплением и водоснабжением дома, а также для электромонтажных работ, то есть провода, автоматы и так далее. Тут все просто очень плохо. Потому что они напрямую завязаны с курсом. С 1 января у них прыгают цены. Курс поднялся. А на следующий день у них у всех автоматически поднялись цены. И не важно, сколько у них на складах есть того или иного материала. То есть у них четко привязка идет к курсу. Да, конечно, таким как я, они делают скидки. Если у них есть это на складах, они продают по старым ценам. Вам, частникам, ну сами понимаете, какой смысл им делать подарки людям, которые приобретают разово. Что вам делать в этой ситуации, дам только один совет. Что для отопления и водоснабжения дома, что для электромонтажных работ не такое большое количество этих материалов. То есть, в принципе, если у вас есть гараж или какое-то небольшое помещение, вы сегодня можете их купить, привезти и хранить у себя. Поверьте, дешевле они 100% не станут. А подорожают точно, потому что вы видите, что вообще происходит. Основная проблема это не только рост цен, а также дефицит, с которым мы вплотную столкнулись в том году. Дефицит строительных материалов. Вот элементарно возьмем кирпич. Вокруг нас достаточное количество кирпичных заводов и есть достаточно большой завод по газобетону. Тем не менее, все с печей грузилось в поезда, в баржи, уезжало, уплывало в столицу нашей Родины. Потому что там брали большой объем и по хорошей цене. А мы были вынуждены месяцами это все ждать. Поэтому ситуация на сегодняшний день очень тяжелая. И что-то мне подсказывает, что в ближайшие годы она не стабилизируется и точно не станет лучшим. В том году мы сняли осенний выпуск. Цель была этого выпуска показать людям, вот вам, которые только стоят на старте строительства, что вообще происходит. Мы проехались по основным поставщикам строительных материалов. Узнали напрямую у людей, какая ситуация и чего ждать. Но при этом вместо того, чтобы нас отблагодарили, сказали, ребят, спасибо, разъяснили, что происходит. То есть от первых лиц. Мы подверглись критике, хейту. То есть такое впечатление сложилось, как будто бы мы вместе собрались и решили поднять эти цены. Люди, короче, на нас спустили всех собак. Я до сих пор не понимаю, от чего была такая реакция. Мы поделились, наоборот, конкретными новостями и рассказали, что будет. Даже элементарно бетонный завод, который вроде бы производит бетон, четко дал понять, что он зависит от цемента, песка и щебня. Это самые основные строительные материалы для изготовления бетона. Соответственно, если они поднялись, то они не могут удержать стоимость за один куб бетона. Он тоже растет. Хотя это производство. Вот и все. Почему там был хейт, я не понимаю. Но, как говорится, видимо, много людей, которые недостаточно широко мыслят. То есть они увидели выпуск, ага, мы ихнюю сказку, видимо, развеяли и у них пошел на эту тему как бы хейт. Ну, я надеюсь, что все-таки большинство моей аудитории это достаточно грамотные люди, которые умеют правильно воспринимать информацию, анализировать и самое главное делать правильный вывод. Люди, которые на сегодняшний день проживают в квартирах, остались более-менее в равных условиях. Потому что квартиры тоже дорожают и даже, в принципе, цены на квартиры растут более чем на дома. Но, если вы продаете свою квартиру и собираетесь строить дом, вы должны понимать, что на строительство дома, даже площадью 100 квадратных метров одноэтажного, уйдет около 4 месяцев под чистовую отделку. Вы должны понимать, после просмотра этого выпуска, за 4 месяца, сколько всего может произойти. То есть на сегодняшний день самый идеальный, конечно, вариант и самый надежный, это приобрести готовый дом. Вы сегодня продали свою квартиру и в ближайшее время нашли дом. Вы его купили, он у вас есть уже сразу. И что там произойдет через месяц, два, а то и три, вам уже, в принципе, будет неинтересно. Вы свой бюджет сэкономили. Но тут есть другая проблема. 80% домов в нашем городе это самый настоящий стройхлам. То есть можно здесь попасть. Поэтому, если вы приобретаете дом, не экономьте денег, найдите людей, прорабов, каких-то строителей, знакомых через кого-то, которые хотя бы поверхностно смогут посмотреть и оценить качество дома. Рынок на сегодняшний день очень живой. Я смотрю, что происходит, как строят, это просто кошмар. Оно и раньше было не очень все хорошо. На сегодняшний день все еще стало гораздо хуже, потому что многие люди говорят, зачем строить лучше и так купят. Поэтому, ребята, относитесь к этому максимально серьезно. Для тех, кому лень читать смету, которую я для вас подготовил, попытаюсь объяснить кратко, что на сегодняшний день стоимость вот такого одноэтажного красавца площадью 100 квадратных метров выходит от 34 до 45 тысяч рублей. В эту стоимость входит, естественно, все строительные материалы, работа, состояние под чистовую отделку. То есть, средняя стоимость дома площадью 100 квадратных метров около 4 миллионов рублей. Этой суммы вам должно хватить. Но опять же, при всем том, что у вас есть свой земельный участок с коммуникациями. Надеюсь, вы получили полезную и интересную информацию и дальше будете понимать, как правильно вам поступать. Я попрошу поставить лайк на этом видео и подписаться на самый подробный канал о малоэтажном строительстве. Этот выпуск подошел к концу. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok